Здравствуйте, друзья! 31 января, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня хочу рассказать о замечательном однолетнем цветке вербена. Я очень люблю вербены. Все семена вербены, которые я показываю, и не только эти, еще у нас есть семена. Есть у нас в магазине в продаже. Магазин наш находится в городе Каменск-Уральский по адресу проспект Победы, 48, в центре здания. Называется магазин очень коротко, дача. Чем же хороша вербена? Это однолетний цветок. Цветет она, зацветает в конце июня. И вот у нас в Свердловской области где-то до середины, иногда до конца сентября. В зависимости от того, какая будет погода. В южных регионах она может цвести и до конца октября. Единственный минус, наверное, этого цветка – туго всхожие семена. То есть если вы покупаете семена, вот есть фасовки хорошие. Вот здесь фасовка хорошая, 0,2 грамма. Да, 0,2 грамма. Это прям много семян. А есть фасовки поштучно. 5-10 семян. Ну вот если 5 семян вы посеяли и у вас взошло из этих семян 2 росточка, то это замечательно. Она легко черенкуется. То есть вы в дальнейшем из этих 2-3 росточков можете начеренковать нужное вам количество растений. Проблем вообще с черенкованием нет. Вербена, кроме того, что она цветет на протяжении всего лета, очень легка в уходе. И она еще довольно-таки засухоустойчивая. Поэтому, когда у нас жаркое лето, вот на протяжении последних 2 или 3 даже лет, на Урале очень жаркое лето, очень сухо, без дождей, вербена чувствует себя просто замечательно. То есть я поливы проводила, наверное, буквально раз в неделю при очень жарком лете, при высоких температурах до 40 градусов, ни единого дождя. То есть вот такое неприхотливое абсолютно растение. Вот. Красиво у ней не только соцветия красивые, но и листочки очень красивые. У вербены они насыщенные, такие плотненькие, насыщенные окраски, немножко такие морщинистые, очень эффектно смотрятся. Высота растений в пределах где-то 25-35 сантиметров. Очень хорошо она растет как в клумбах, так и в кашпо. Отлично. Но мне в клумбах больше нравится вербена, как растет. Теперь немножко о том, как же правильно посеять вербену. Вообще я на протяжении, наверное, 2 или 3 года я не могла понять этот цветок. У меня была очень плохая всхожесть. Ну, буквально, наверное, из пакета, ну, максимум, вот если такая рассыпная, где по 0,2, у меня может быть максимум там 10 семян всходило. Но в итоге я все-таки поняла, что нужно сделать для того, чтобы вербена, семена вербены взошли хорошо. Семена у нее не мелкие. Когда вы откроете пакетик, семена, конечно, не похожи на семена. Они больше похожи, ну, наверное, на кусочки, что ли, древесины какой-то, может, палочек каких-то. Не похожи совсем на семена. Ну, вот такие семена и есть. Для того, чтобы ускорить прорастание и для того, чтобы большее количество семян взошло, что нужно сделать? Когда мы приобретаем вот такой вот пакетик с семенами, его желательно поместить в холод. Если есть балкон, если на улице у вас постоянно минусовая температура, там, допустим, от минус 5 хотя бы, ну, и там минус 20, минус 30, это вообще будет идеально. Чтобы температура не поднималась до 0 градусов нужно. Вот. Помещаем такой пакетик на балкон и держим в течение 10-14 дней этот пакетик при таких вот низких температурах на балконе. Либо помещаем в морозильную камеру на такой же срок 10-14 дней. После этого мы семена вынимаем и обязательно нужно размочить хорошенько семена. Я почему все так подробно рассказываю? Не знаю, буду ли я сеять в этом году вербену, так как места у меня мало. И пока я не определилась. Вот. Поэтому решила все вот в этом ролике сейчас расскажу. Вдруг кто-то решил посеять вербену и не знает, как это сделать. Как мы размачиваем семена? Обязательно на сутки в простой воде. Вот наливаем просто в емкости какую-то, вот в такую даже ложку можно налить воды простой. И туда высыпаем семена. Пусть они прям плавают в воде. Через сутки воду эту сливаем и замачиваем еще часов на 5 в любом стимуляторе роста. Это может быть НВ-101, это может быть Эпин, это может быть янтарная кислота. В общем-то в любом стимуляторе можем замочить. После того, как полежали у нас семена еще в стимуляторе роста, обсушиваем их. Можно взять бумажную салфетку и обсушить семена до сыпучести, чтобы они не лепли друг к другу. И набираем грунт в плошки. Плошки берем неглубокие. Грунта набираем буквально 2,5-3 сантиметра. Ну вот так вот примерно. Вот так вот примерно. 2,5-3 сантиметра. Не больше. Грунт хорошенько вновь увлажняем. Не так, как при посеве, допустим, перцев, томатов, баклажанов. Там я вот слегка увлажняю грунт. Тут надо хорошо увлажнить грунт. Ну, конечно, чтобы вода там не выступала за пределы уже грунта. Чтобы не плавал грунт в воде. Но хорошо смачиваем. И немножко уплотняем грунт, чтобы семена не провалились. Рассыпаем семена по поверхности грунта. И сверху еще где-то на полсантиметра присыпаем тем грунтом, который в упаковке был. Если у вас покупной грунт, он же там слегка влажный. На что нужно обратить внимание при выборе грунта на кислотность почвы. Грунт не должен быть нейтральным, либо щелочным. То есть слабокислый грунт подбираем. Очень хорошо подойдет слабокислый торф. С PH 5,5-6,5. И вот таким вот слегка влажным грунтом, который мы взяли из упаковки, присыпаем посевы наши. И закрываем крышечкой емкость. Ну, или пленочкой затягиваем. Не нужно выставлять сразу под лампы наши посевы. Нет, этого делать не нужно. Где-то в течение 3-4 дней держим просто в теплом месте. Температура для прорастания семян вербены 23-26 градусов. И, конечно, уже на третий день желательно заглядывать, что там происходит. Если мы видим, что торф начинает как бы вспучиваться, как бы подниматься немножко, это говорит о том, что уже семена начали прорастать. Вот в этом случае уже желательно поставить емкости наши под лампы, чтобы вербена не вытянулась. Так как если будет температура выше 23 градусов, и плюс еще не будет достаточно освещения в вербене, то она может сразу вытянуться. Поэтому, как только видим, что начинает приподниматься вот этот торф, вспучиваться, уже выставляем емкости под лампы. Еще на что обратить внимание. После того, как появились всходы, пленку не снимаем, либо крышечку так и оставляем держать, чтобы побольше всходов у нас зашло. Но температуру желательно снизить. Уже можно снизить температуру до 15, максимум 20 градусов, чтобы не вытягивалась вербена. То есть поставить где-то на подоконник, где, может быть, мы иногда приоткрываем окно, на проветривание ставим, чтобы понизить температуру немножко, чтобы рассада была коренастая и не вытягивалась. Ну и, как я уже сказала, в дальнейшем можно ее легко черенковать вербену. Переувлажнять ее не нужно. Вот когда она уже взошла, не нужно держать ее постоянно в мокром грунте. Смотрим, там грунт подсох уже. После этого только поливаем. Ну и все, в принципе, да, все. Вот такая вот красавица вербена будет радовать вас на протяжении всего лета. Я очень люблю вербена. Всем рекомендую ее выращивать. Замечательный вообще цветок. Желательно ее выращивать либо в полутени, где полдня хотя бы солнца, но лучше всего на самом открытом солнечном месте. Тогда она будет более яркая, более пышное цветение. Можно также выращивать, кстати, на балконах в кашпу. Она будет очень красиво смотреться и радовать вас цветением на протяжении всего лета. Друзья, всем до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова